Итак, ребят, урок для ребят школы, а те, кто видит это видео первый раз, слушает рекомендации, идет заниматься и просто смотрит подачу материала. Значит, ребят школы, мы с вами прошли функции Python и прошли много. Много, да? Но мы прошли только параметры. Давайте обозначим все это. Это у нас открыт Kotlin, это у нас открыт Python. Обозначим, мы с вами знаем, что функция Python создается при помощи ключевого слова dev, дальше идет название функции, MeinLang, мой язык, дальше идут скобки и здесь у нас параметры, да? Параметры, потом идет двоеточие, потом идет тело функции и возврат. Lateran либо возвращает, либо не возвращает, но в принципе все. Теперь сначала напишем, потом почитаем. Комментарии в Kotlin вот так вот. Однострочные 2, 2 слэша, многострочные как в CSS, слэш, звездочка, звездочка, слэш. Функция в Kotlin определяется при помощи ключевого слова fun. Дальше идет название. Сразу обращаю ваше внимание. Ну давайте напишем. MeinLang. Основной синтаксис. Ребят, в Kotlin не тяните нижние подчеркивания, которые приняты в Python. Это будет неправильно. Почему? Быстренько прочитаем основной синтаксис. Используйте CamelCase. Стиль Горбатова. Иными словами, функции записываются маленькими буквами. Встроенные функции, как правило, пишутся слова маленькие буквы. Потом с большой. Классы все с больших. Два слова с больших. Новое для нас, что мы сразу должны себе определить стиль. Далее, что для нас важно в функциях. Когда двоеточие разделяет тип по тип. Сейчас увидим на практике. Тогда перед двоеточием ставится пробел. Иными словами, мы просто можем пойти более простым путем. Открыть функции и посмотреть. И видите, вот здесь, как правило, они, видите, где пробелы. Просто возьмите эту стилистику кода сразу. Дальше у нас идут, опять же, скобки. Дальше у нас будут идти параметры. И дальше идут фигурные скобки. Здесь двоеточие, четыре пробела. Здесь фигурные скобки. Все то же самое. Тело функции. Они, кстати, тоже пишут про четыре пробела. Иными словами, это не обязательно. Но для читаемости кода, чтобы все было на одном уровне, конечно, лучше эти вещи соблюдать. Возвращает, не возвращает, это уже не так важно. Теперь. Давайте перед тем, как наша сейчас с вами цель урока, позиционные аргументы в Kotlin. Теперь самый важный момент. В чем заключается наш успех? Я просто хочу показать, что в конце урока, что учить-то ничего на самом деле не надо. У вас было задание, еще раз повторяюсь, основательно изучить функции Python, чтобы начали происходить следующие вещи. Первое. Считание параметра на автомате в Python. То есть, когда в Python мы смотрим на параметры, мы не должны задумываться, а что это. Мы не должны задумываться, а это позиционные или именованные, или параметры по умолчанию. Это должно считываться моментально. Рекомендации были. 250 строка Jupiter в день. То есть, целую методику рассказал. Все довольно банально просто. Бери и доделай. Теперь наше дело понимания. Вторая вещь. Вызов без размышления. То есть, в данном случае, я говорю о том, пусть этот параметр и остается. Если стоит параметр, то, вызывая функцию Python, это да, вызывая функцию Python, вызывая функцию Python, надо каким-то образом закрыть было. Мы это с вами тоже изучали. Мы не должны задумываться. Мы четко понимаем, что если здесь ничего не стоит, то это позиционный параметр. Значит, для передачи функции важен позиционный аргумент. Он мы уже считываем, да, то есть моментально. Поэтому при вызове мы что делаем? Мы понимаем четко, что нам надо передать. Передать. Мы, допустим, можем передать вот так. Давайте сразу напишем. Мы можем передать вот так. Мы могли бы передать. Давайте изменим немножко эту функцию. Вот так, чтобы и то, и то участвовало. Параметр. Присвоим значение print. Код несложный. Все, что мы с вами изучали. f-строки. Изучаем язык. Здесь форматирование строк. То же, что мы проходили в последнее время. И вернем. PRM. Буду допускать ошибки. Считали? В чем проблема? Все правильно. Нет переменной. Это оставляем. Вот так и работаем. Всегда так работаем. Добавляем. Исправленное сюда. Пусть будет. Здесь можем пронумеровать, хотя не обязательно. Поэтому мы ламп 5. 1. Переделываем. Изучаем язык 5. Параметр. Мы могли бы вызвать так. Это первый вариант. Добавим ячейку. Ячейку. Параметр в 5. Да. Здесь сейчас переправим все. Просто вызовем функцию. Так. Где она делась? Она не хочет подсказывать пока. Вот так было. Наконец-то. Майл Ланг. Возьмем. Сейчас по-человечески сделаем. Котлин. Вот это вообще уберем. Теперь правильно. Изучаем язык котлин. То есть мы могли бы вызвать вот так. Просто передав саму переменную. Без значения. И могли бы вызвать вот так. Параметр. Параметр присвоит значение котлин. Если мы не передадим значение. Оставим пустым. То мы получим исключение. То есть отсутствует один обязательный позиционный аргумент. Параметр который называется. Поэтому. То что вы должны были пройти в Python в этих 50 уроках и довести до автоматизма. Неважно. Новичок вы. Или вы уже знаете другой язык и изучаете. Но может быть так не уделяли внимания на правильные вещи. И знание исключения. По сути дела. Я не говорю что их вообще не будет. Исключения у вас будут. Но. Получив такое исключение. Которое пройдено материал. Лезть за ним в Google. Это ребят. Очень плохо. Это страшно плохо. Это значит вы себя отнесете к тем людям. Которые. Проскочили функции. Их много на самом деле. Много людей которые проскочили функции. Сразу становится понятно. То есть ваши действия правильные какие должны быть. Абсолютно верно. Вы почитали. Ага. Мне все понятно. Python. Напишем. Все исправили. Моментально. По недосмотру. Ну разрешается ошибка. Когда вы просто спешили. Ели бутерброд. Пили кофе. Работали. Все вместе. Не досмотрели. Разобрались. Если полезли в Google. Пиши пропало. Проскочили. Открываем. Любая программа. Которую вы не открыли на Kotlin. Как и на Python. Она будет написана на функциях. Если мы откроем классы Kotlin. Мы для них дойдем. А здесь у нас классы. Так. Секунду. А, увидел. Потерял. В любом случае. Когда мы откроем любую программу или классы. Мы опять же увидим переменные методы. Методы, методы, методы. То есть те же функции. Все это будет работать. Поэтому мы работаем по принципу в школе. Хочешь водить автомобиль. Садись. В первую очередь бери и крути руль. Веди его. Так будем писать. А вот по изучению второго языка. Вот это мы с вами сейчас вспомнили. Да. Теперь посмотрим в Kotlin. Вот здесь у нас. Чем отличается подход. И в этом задача преподавателя. Показать, что в принципе язык не имеет значения. Потому что понятие позиционного параметра и передача позиционного аргумента. Это вообще относится к программированию. К программированию. А используется или не используется. Или каким-то образом используется в каком-то языке. Это уже дело частности. Но если в Kotlin полностью реализовано функциональное программирование. То тут его просто не может не быть. Одно дело. Когда на сайте Python мы изучали с вами в этих 50 уроках. И здесь очень четко расписано. Что такое именованный аргумент. Что такое параметр. Что такое параметр по умолчанию. Что такое позиционный. То на сайте Kotlin здесь нет определений. Предполагается, что программист это знает. И вот из того, что нет определений. А документация написана для того, чтобы люди вообще с Java перешли на Kotlin. Но тут начинаются проблемы. Ведь по сути дела Kotlin имеет широкое функциональное программирование. И он полностью повторяет Python. Многое взято с Python и с других языков. Включая определение автоматического типа. А Java то объектно-ориентированный язык. И при этом очень уж совмещенный. Иными словами совершенно своей тарелки. То есть допустим брать Java и сказать я знаю ООП. Это будет заблуждение величайшее. Иными словами ООП Java вывернутая. Да, там есть, но все это и упрощает. Но с другой стороны, когда переходим к Kotlin, мы начинаем сталкиваться с чем? С классикой. Они сделали классику красивую. И здесь у программистов Java сразу же затык. Они привыкли писать на классах. Они видят нормальное ООП. У них сразу, у них работает только Void. Ну иными словами тяжело ребятам. Поэтому многие отказываются. Но, когда доходит до того, что можно одной строчкой написать то, что раньше требовалось 50. И уже есть, я читал, что раньше до 30 дней разработка там какого-то дополнения на Java. Сегодня на Kotlin с 30 до 5, да, то есть совершенно, да, то человеку уже на Java не загонишь. Это 100%. А теперь давайте смотреть, чем отличается язык со статической типизацией от языка с динамической типизацией. Если мы здесь, допустим, исключение, например, ну чтобы не портить здесь картинку, возьмем здесь, поставим 2 и уберем вот эту скобочку. То, по сути дела, что делает интерпретатор, он дошел до этой ошибки и выдает. Дальше он не идет. У вас может дальше быть хоть 200 ошибок. Он покажет первую попавшуюся, а потом, когда вы ее исправите, пойдет дальше. Язык со статической типизацией, он компилирует все. То есть он собирает программу, грубо говоря, в кулак. И поэтому, когда он собрал, надо же откуда-то войти. Поэтому во всех языках со статической типизации по-разному называется. Ну, в Kotlin называется функция mind, точка входа называется. Ну, грубо говоря, как дверь в доме. Да, надо куда-то войти и каким образом. И раньше, в первых версиях, я помню, это был массив строк. Сейчас его убрали, этот массив строк. Поэтому пишем просто функцию main. Дальше тоже принцип функции. Вот это можно пустым. Раньше заполнялось, теперь нет. Здесь, по их рекомендации, ставим 3-4 пробела. И берем нашу функцию. MineLang. Да? Мой язык. MineLang. По табу работает Jupiter. Мы с вами настраивали. MineLang. И определили точку входа. То есть, вызов функции, так же, как и в Python. Что нового? Оказывается, ничего, ребят. Но давайте посмотрим по законам. По законам. А вдруг здесь позиционные аргументы работают по-другому? Итак, получается, что если им просто указали слово, параметры, но это тоже позиционный аргумент. То есть, позиционный параметр, в который передается. Давайте-ка мы посмотрим, хотя я уже выяснил намного больше. Но мы посмотрим определение функций. Мы находим такую вещь, что параметры функции записываются, как в Pascal. Можете посмотреть язык Pascal, имя, тип. Иными словами, параметр, название параметра двоеточия, дальше тип. Ну, потом посмотрим. Значит, по сути дела, это у нас имя, и дописать это у нас будет тип стринг. Со строками мы с вами встречались. При этом стринг, строки, они и там, и там, везде одинаковые. Хотя будем в Python точнее изучать. Единственная лишь разница, что в Python строка это последовательность. Разложили камешки на дороге. Один за другим, представьте, асфальт. Разложили один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять камешков. Ну, а здесь взяли коробку, бросали эти камешки в коробки. То есть, вот массив от последовательности. Все банально, да, просто. Теперь нам надо, давайте мы тоже здесь выведем. В Python мы использовали print. Мы считайте, ведь все написано в Kotlin для разработчиков Java. Идет сравнение Java. А мы с вами берем, как будто мы вот только Python знаем, а Kotlin берем с нуля. Но при этом сравниваем. Вот изучили Python, а можно ли прицепом изучить еще пару языков? И есть ли отличия? Расскажу секрет. Самый главный секрет и самая главная задача любого преподавателя в чем? Показать правильные ходы. То есть, иными словами, можно сказать изучение определенным образом. В данном случае, как это выражается? Ребят, мы с вами еще, да, в школе определились, когда изучали функции и параметры. Значит, что мы будем изучать функции, потому что все программы Python пишутся на функциях, либо на методах в классах. Значит, это основа. Чтобы у нас появились какие-то ключи для размышления, сначала надо научиться работать с самой функцией. Когда мы начали выяснять, а как же научиться работать с функцией, то оказалось все просто. Надо просто понять работу функции. А в чем она заключается? В том, что она имеет параметры и вызов. И эти параметры бывают разные. Самые сложные, кстати, в отличие от Kotlin GC, оказались в Python. Потому что большая вариантность, да? Здесь все проще в Kotlin. Сейчас мы задались вопросом. А как работают позиционные параметры и передача позиционных аргументов в Kotlin? То есть мы четко знаем, что это такое. Мы знаем законы по Python. А теперь нам надо проверить. printlm и дальше пишем. Ну, например. Например, опять оформляем как строку. Изучаю. Мы с вами в последних уроках в Python изучали форматирование строк. Но здесь, как вы догадались, здесь не надо даже никакой интерпретации при помощи знака доллара. Здесь вариантов нету, как в Python 4 варианта богатства. Да? Там шаблоны, F-троки, старый стиль, новый стиль форматирования. Здесь все проще и банальнее. Знак доллара и имя переменной. Параметр с имя переменной. Нажимаем tab. Ищем параметр, чтобы не писать. Ну, все. А теперь давайте shift, enter, чтобы функция отработала. Где мы там чего наделали, смотрим. Во! Все правильно. Мы с вами смотрели, как делает Python. Он дальше не пошел. Код скомпилировал. Скомпилировал и выдал все ошибки, что касается. Ошибки не сложные, так как мы понимаем, все-таки мы предполагали с Python, что параметр, когда не указано, не присваивая ничего, то это позиционный параметр. Значит, в него надо передавать позиционный аргумент, а позиционный аргумент обязателен. Иначе язык не работал. Иначе функции не нужны были. И действительно. Fine пишет, что пустое значение, но value параметр, pass параметр, параметр. Ну, в Python написало просто немножко по-другому. Ну, давайте вот здесь добавим, уберем отсюда обязательный параметр и вызовем. Ланг, миссинг, один позиционный аргумент, параметр. Но смысл-то понятен, уже интуитивный смысл понятен. Отсутствует параметр. То есть, смотрите, что-то новое вам показал. Единственное, что было, это запись, как в Паскале. И фигурные скобки. Но ведь это не имеет значения. Написал раз, два, пять, десять, все понятно. Что здесь сложного? И обращайте внимание, как у вас начинает отделяться ваше знание по программированию. Например, в данном случае о позиционных параметрах и передаче позиционных аргументов. От языка. Язык-то на самом деле не имеет значения. Но мы много нового изучим. Мы не передали здесь, да? Давайте-ка мы возьмем здесь, сделаем вторую функцию. Которой присвоим еще myLang1. Но здесь мы вызовем и вобьем параметр. И назовем его Kotlin тоже. Видите, мы даже еще только отработали. Но вот это пока мы закомментируем. И отработаем. Вызовем функцию mine и смотрим. Смотрим, что у нас получается. А, ну правильно, мы сделали ошибку. Мы допустили myLang. А там же ничего не изменилось у нас. Поэтому myLang1 и перезапускаем программу. И смотрим. 10. Смотрим в 10, да? Смотрим в 10. Так, мне очень интересно. Ну да где, все-таки есть ошибка. Ну, конечно же, есть. А fan. Поставить, что эта функция. Вот встал на свои места. Теперь давайте раскомментируем верхнее. Опять Shift-Enter. Итак, новый Value Passed for Parameters. Второй отработал. То есть кусок программы не отработал. Кусок отработал. Но с ошибками. По сути дела, не отработал, потому что мы не можем позиционный аргумент не передать. Иначе он вызовет ошибку. Мы можем передать либо как ключевое слово, либо как переменную. Давайте сейчас в двух словах. Здесь напишем Python, а здесь Kotlin. И вызовем. Я изучаю Python, я изучаю Kotlin. Ошибок теперь нет. Давайте попробуем еще по разу вызвать функцию. Будем пробовать язык. Параметр, присвоим значение. Параметр, присвоим значение. Здесь добавим для читаемости вот такие знаки. Сколько хочешь, да? То есть все опять отработало. Теперь зададим себе вопрос. Так что здесь по-другому? По сути дела, мы в Python использовали позиционные параметры. И передавали позиционные аргументы, которые при позиции обязательно передаются. Да Kotlin то же самое. И что, он мне скажет, что вы не сможете на языке писать? Весь секрет, я сказал, лишь в одном, что мы, зная, имеем требования, зная, как работает Python с позиционными параметрами, мы просто смотрим, как это делается в Kotlin. Оказывается, картина та же. Для нас вообще ничего не изменилось. И вы мне скажете, что это сложно. И все так же просто. Просто немножко по-другому. По сути дела, что начинает происходить при изучении двух или трех языков? У вас начинается четко отделяться зерна от плевел. То есть откладываются знания, которые нужны к любым языкам. В данном случае это параметры позиционные мы рассматриваем, которые передаются по позиции. Давайте усовершенствуем нашу функцию. Но язык перестает иметь значение. Мы просто выяснили, а как здесь? А давайте проверим еще один момент. Добавим еще одну функцию. С двумя параметрами. Здесь у нас будет параметр нам. И он будет число. Инт. Интежер. А здесь добавлю. Я изучаю. У нас параметр заменится на одну переменную. Второе. Вот так сделаем. Это. Здесь у нас будет переменная нам. Здесь у нас будет второй. Ну мы напишем двоечку. Второй. Язык. Программирование. И в Майн. Майн 3. Майн ланг. Майн 3. Майн ланг у нас получилось. А не ланг. И здесь. Майн ланг 3. А вот это пока закомментируем. Чтоб не путал у нас. Параметр котли. И нам присвоим значение 2. Запустим программу. Я изучаю котлин. Это второй язык программирования. А теперь давайте-ка. Мы ведь знаем, что перемена мест при позиционных параметрах в котлин. Мы это проходили в Python. Она невозможна. Можно изменить только ключевыми словами. Но это уже мы дальше будем просматривать. А мы попробуем поменять местами. А вот давайте-ка мы сейчас это и сделаем. Вызываем опять функцию Майн ланг 3. Но теперь мы изменим. Вот так. И еще один вариант. Майн ланг 3. Просто здесь двоечка. А здесь только переменная. Значение переменной. Ведь мы с Python знаем, что можно вызывать просто введя значение. Да? И отработаем. И смотрим. Line 24. Line 18. Line 24. 11, 17, 18, 19. Типы. Интежер. Ха-ха-ха-ха-ха. Значит, чтобы нам было более понятно. Вот это мы закомментируем. И вызовем. Вызовем. Да? И сейчас вызовем. Вроде бы. Вроде бы. Вот у нас должно идти строка. Потом число. То есть сначала первая позиция строка с нуля. Следующая позиция число. А мы с вами поставили сначала число, а потом строку. Но при этом мы получили. Я изучаю Kotlin. Это второй язык программирования. Все равно получилась та же фраза, что и была. То есть не получилось у нас изменить. Да? Теперь это закомментируем, а вот это раскомментируем. Опять отработаем программу. Смотрите. Вроде бы здесь у нас идет стринг. Строка, потом число. Но мы вот упорно присваиваем значение нам. Ставим на первое место, а параметр строку на второе место. Все равно получаем результат. Позиция первая, которая указана при написании функции в параметры, она все равно идет первой. Хорошо. Значит, и вернем все на круги своя. А вот здесь еще. Вот так сделаем. Там мы конкретно присвоили. Опять вернемся к этому. И получаем исключение. Здесь у нас идет что? Число. А потом строка. И видим. Line 30. Да, ну, по сути дела. Целочить не соответствует ожидаемую типу. Стринг. То есть она нам написала. А дальше. Не соответствует типу, предполагаемый тип стринг, но ожидалось int. Иными словами, нам программа Kotlin написала, что вообще-то у нас стринг, иными словами, строка ожидается первой. А мы поставили число. А строка Kotlin создается второй. Но тут должно быть число. И в этом мы получили два исключения. Но при этом язык-то все равно отработал. С ошибками, но отработал. Почему отработал? Потому что в любом случае позиционные аргументы передались правильно. Независимо от того, что мы поставили при вызове число первым. Но тем не менее программа отработала. Она все равно поставила позиционный параметр, так как стоит строка первым. И потом, значит, аргумент передался и все равно поставила слово Kotlin на первое место. Хотя здесь у нас идет вторым. Да, он посопротивлялся, посопротивлялся, но вывел. Но в любом случае эту ошибку мы тоже не можем исправлять. То есть не можем допускать. Поэтому мы делаем совсем правильно. И выясняем, что оказывается и в Python и в Kotlin работают одни и те же законы. Kotlin. А здесь двоечку. Отрабатываем. Ошибок нет. И получаем хороший результат. Я изучаю Kotlin, второй язык программирования. На этом мы и останавливаемся. Делаем вывод. Оказывается, в функциях передача позиционных аргументов позиционным параметрам аналогично как в Python. Скажите, пожалуйста, а в чем проблема? Вы мне скажете, что вы не сможете писать на Python так же, как на Kotlin, если у нас размышление стоит о передаваемых параметрах вообще над языками. То есть наше знание, которое мы получаем с этого урока, которое мы изучили в Python в течение 57 уроков, изучив досконально вообще, какие бывают параметры позиционные, по умолчанию, именованные и передача аргументов. Но мы с вами четко убедились, что в Kotlin все то же самое. Все законы отработали верно. Единственная разница, что по-другому записало все это, да это не имеет значения. Десять раз написал, запомню. Скажите, сложно? Просто. Согласитесь. И вы мне скажете теперь, боже мой, а как же выучить второй язык, а как третий? Все очень просто. Все досконально просто. Любая сложность в языке состоит из простых вещей. Это правило первое. Второй принцип, на который надо опираться, не важно, что есть в языке. Мы смотрим, тут есть, но вопрос в том, что в данный момент это просто информация. Оно влетело в одно ухо, вылетело, оно, это информация. А на сайте Python, допустим, это информация и тоны. Важно не то, что есть справки, важно то, что мы собираемся писать. Какой код? А мы с вами для этого и определились, что все программы, которые пишутся, они пишутся на функциях. Все, что участвует в классах, это методы, а методы это те же функции, только в классе называется метод. Но для них работают все законы функций. Значит, получается, работая с функцией, мы сразу пишем код. Нам мало этого, мы ставим себе задачу, чтобы освоить в данном случае функции, мы осваиваем саму природу функции. Основное в природе функции это параметры. То, над чем мы будем потом размышлять, то, что будет у нас ключами для размышления. Почему? Потому что это важно. Например, когда мы в Django будем работать, мы будем писать там dev mine list. И там в Django идет что? Первое. Первый позиционный параметр запрос, request. А дальше уже добавляем все, что хотите, да, там, любую нашу функцию, работаем с базой и так далее. Вот тогда вот эта считываемость получается, мы глянули, ага, понятно. Для того, чтобы работать с Django писать функции, надо первый обязательный параметр, позиционный request. Мы при этом для себя понимаем, что слово request это просто для удобной читаемости среди программистов. Мы могли бы назвать совершенно по-другому, но это было бы неправильно, потому что везде должен быть смысл. Или мы будем работать с классами, мы уже считываем. Класс. Майн класс. Класс. Майн класс. Самый простой класс. Класс. Чего не хватает? Что отличает метод, то есть функцию в классе, от обычной функции? Верно? Self. Я всегда говорю, ребята, сразу начинайте класс и расскажите мне, что такое self. Но в основном правильно рассказывают. Молодцы. Сложно написал. Это потому что мы с классами не сталкивались. Сложного здесь совершенно ничего нет. Здесь вот сейчас написано целая методика, когда будем с классами. Ну. А мы с классами, это уже за уроком, просто, может, кто-то новый смотрит. Давайте порассуждаем. Сложно ли здесь что-то написано. То есть я просто показываю, что на практике позиционный параметр имеет большое значение. Хорошо. Немножко отвлекся. Сейчас просто говорю, чтобы мы показали важность вот этого понимания, если мы изучаем позиционные параметры в классах. Функцию Жанка пока уберем. Обычный простой класс. Сейчас мы разберем все это, да. А здесь мы вот что сделаем. Сейчас все это дело поймем. Ребят, вот смотрите. Вы строите дом. Если вы строите дом где-то, то как вам дойдет почта? У дома есть адрес, правильно? Так вот, в Python тоже самое. Класс, инструкция, да, ключевое слово. Создание что-то, чего-то нового. И когда мы создали класс, нам надо ведь иметь какой-то адрес, куда обращаться. В языке это называется память. И поэтому, когда создается функция, а в классе он называется метод, то первый позиционный параметр self, который и что делает? Создает ссылку на память и хранит информацию. Это адрес наш. Это ведь просто. Сложно? Просто. Почему вот здесь написано init и сложно ли это? Потому что я часто вижу там, очень трудно, кажется, людям доходит. Да ничего здесь сложного нет. Видим два нижних подчеркивания в начале, два в конце. Для нас это метод перезагрузки операторов. Это сложное словосочетание. Если проще так, если какой-то метод, назовем, да, в данном случае это init, с двумя нижними подчеркиваниями разместить в коде, то его не надо никак называть. Он работает автоматически. В данном случае init называется еще конструктором. Если мы хотим дальше в классах, вот мы делаем первый класс, потом будем наследовать, все это мы будем изучать. Но если мы хотим, чтобы точно передавался параметр, необходимый нам в базовом классе, то мы создаем конструктор init закладываем и заложили этот параметр. И теперь, сколько бы мы классов не создавали, мы точно знаем, что при создании каждого нового класса init будет автоматически перезагружаться и транслировать наш новый параметр. А параметр self всегда будет показывать, где лежат наши данные, где эта память где хранится, грубо говоря, если простыми словами, адрес того, что происходит. И, соответственно, если мы хотим этот параметр обозначить, значит, что нам надо делать? Пишем адрес, там, город, там, Питер, там, улица такая-то. Только мы пишем self вместо адреса. Self это заключение между программистами. Мы могли написать абсолютно любое слово. Но программисты между собой договорились. А давайте писать self. Это будет обозначать, что первый параметр метода, то есть с ссылкой на место, на наш адрес. И дальше берем вот этот параметр мы, да, параметр, и присваиваем ему значение. Параметр. Все. Теперь, сколько бы мы классов не создавали, этот параметр всегда будет с нами. Дальше мы можем создавать новые какие-то классы, новые методы. Но это будет транслироваться всегда. Вот логика очень простая. Давайте разберем. Я что-то сказал сложное про классы. Сначала давайте подойдем с того, вот мы сегодня изучали позиционные параметры, позиционные аргументы. Может кто-то слушал, слушал и так и не понял. Я все время говорю параметры, аргументы. Но ведь это мы проходили в школе, но тем не менее, если человек пропустил, то давайте параметры, то, что записывается в скобках, аргументы, то, что передается при вызове функции. Это и говорится, передать аргумент в функцию. Или можно сказать, функция myLang3 принимает два параметра, строку и число. Значит, для того, чтобы нам передать, нам надо передать, что мы пишем? Мы передаем строку и число. Так как их функция принимает. Это должно считываться, как я говорил, на автомате. Позиционный параметр, вот эти знания, я просто показываю чуть шире, нам дают уже понимание. Мы всего лишь один раз услышали, что self это адрес, адрес метода. И он пишется первым. Он вызывается автоматически. Мы видим, здесь пишет адрес, точка, параметр. Что такое точка? А пути мы пишем как? При помощи слэша. Просто-напросто слэш заменяется точкой. Программирование это то же самое, что слэш. То есть память, иными словами, если было бы сложено в папочке одной память, дальше слэш, в второй папочке параметры и все, что с ними связано. А дальше мы мыслим уже, как нам написать программу. Нам, например, надо вывести. Мы пишем уже обычный метод. Def, допустим, ну тоже берем не обычный, а берем, используем опять магический метод. Str. Мы просто, я знаю, вы пока не знаете, но я вам говорю. Это метод, который как принт выводит то, что нам надо. И у него есть параметр, первый какой, вы уже догадались, self. Потому что это метод. Если это метод в классе, значит self должен быть. Все, вопрос закрыт. Дальше мы давайте возвратим. Retro. Мы с вами изучали то, кто из первого раза смотрит, то он, конечно, это не изучал. F строки. И возвращаем. Что мы возвращаем? Self параметр. Правильно, наш параметр. Что нам осталось исправить это, сделать это как строку. Теперь, что мы делаем? Мы просто-напросто вызываем. Да, я там еще хочу кое-что показать, сейчас посмотрю. Ну, давайте вызывать так. Наш класс называется mineclass. Смотрим, где у нас ошибка. Это литерал параметр. Параметр две этих поставил. Все правильно, поэтому сейчас уберется. Создаем экземпляр класса, то есть создаем новый класс. new. Как у нас там называется класс? Mineclass. Mineclass. Присвоим значение. Наш класс. Mineclass. Mineclass. И mineclass имеет один обязательный параметр. Значит, мы его вводим. То есть, именно параметр. Ну, и передаем этот параметр, как ключевое слово, язык. Язык Kotlin. Например. Отрабатываем. Дальше просто вызываем, как F-строку. Это здесь возможно. F-строка. Язык Kotlin. То есть, все отработало. Сколько бы мы дальше не делали классов, да, то этот параметр будет транслироваться. Давайте еще раз пробежимся по коду и по важности. Может быть занудно, но это очень важно понимать. Итак, мы с вами начали с того, что сегодня разобрались с позиционными аргументами, позиционными параметрами, позиционными аргументами в Kotlin. При этом, на примеры Python, так как Kotlin там немножко надо изменить методику создания классов, мы посмотрели, что на самом деле позиционный аргумент имеет большое значение. Наше знание выливается дальше, да. Мы поняли, что отличие метода от обычной функции заключается в том, что в методе первым параметром стоит self, то есть первый позиционный параметр, который передается автоматически. Это отличает функцию от метода, обычную функцию. Но все законы действуют так же. В классах мы можем применять, а если мы возьмем, сделаем вот такую вот вещь, есть встроенная функция dir, mineclass, то мы увидим, какие методы доступны. Мы с вами сегодня даже кто первый раз узнал, что оказывается метод, это методы, когда впереди и сзади два нижних подчеркивания, надо просто знать, что он означает. Он не требует никакого названия, а требует только участия. Если мы пишем свой метод def и пишем, допустим, init в данном случае, то есть два нижних подчеркивания впереди и два сзади, мы знаем, что этот метод, так как он с двумя нижними подчеркиваниями, он вызывается автоматически. При создании новой экземпляры, при работе коза он всегда вызывается автоматически. В данном случае применение этого метода нужно для чего? Когда мы в начальном классе, к самому главному, хотим передать дальше какие-то параметры. Вот надо нам, строим мы, допустим, район и нам надо, допустим, чтобы было везде какой-то стандарт отопления воды и мы все это вбиваем, что это не может быть изменено. Я к примеру говорю. Дальше мы уже даже прописали и присвоили ему значение переменной. То есть, self-adress, параметр, это то, что мы придумали, но оно, по сути дела, в языке должно писаться, иметь какую-то логику, это сейчас оно не имеет логики, кроме как параметр. Дальше мы указываем адрес, куда ссылаться и присваиваем значение, уже начало храниться значение. Дальше мы с ним можем работать, а работали мы с ним уже присваивали. по сути дела, изучив вот эти методы, нам очень легче намного писать код. Теперь, давайте мы еще один, выведем еще одну вещь, еще одна встроенная функция Python. Майн-класс и посмотрим. И мы прямо читаем. Вот вывела наш класс. Майн-класс, хелп-класс, майн-класс, модули майн, отработал автоматом, да, то есть мы видим, нам говорится. Дальше, майн-класс, параметр. Смотрите, встроенный объект написано, встроенный объект, а встроенный объект у нас строка. Да, дальше, майн-класс, метод, defined here, init, дальше, что инициализация, сельф, инициализация, то есть прошла инициализация, присваивание автоматом. Оно нам прямо и расписало. И здесь показало, что у нас еще в нашем классе есть, сатер сельф, ретурн сатер сельф, то есть показало. И дальше расписывает, что было применено, но это чуть все позже будем рассматривать. То есть все довольно понятно. Заключение. Заключение. Показываю разницу. Вот здесь, в школе, мы изучали Python. Более 8 часов мы работали с параметрами. А в Kotlin нам понадобилось, ну пусть больше часа, да, по сути дела, все это можно было записать за 5 минут. Но, тем не менее, мы жевали-жевали, чтобы понять две простые вещи. Что, оказывается, письмо на Kotlin, написание кода на Kotlin, подчиняется общим законам программирования, да. И, оказывается, мы поняли, что мы можем писать и на Python уже, по крайней мере, позиционные параметры, и на Kotlin. При этом изменения были только в самой записи, в записи самих параметров, да. Законы вызова параметров передачи были все одинаковые. Кроме этого, мы с вами на практике посмотрели, насколько важно понимать позиционные параметры и позиционные аргументы, так как они начинают использоваться в методах. И, по сути дела, это то, что я говорю, считываться должно моментально. На такие вещи, как параметры, ребята, не должно уходить энергии, размышления ни чуточки. Неважно, новичок, вы изучали другой язык, но когда-то немножко где-то закосили, да, ну, по незнанию. То сейчас я вам говорю, если мы хотим писать, то мы пишем сразу. Вот сейчас мы пишем с вами код, но пишем его осознанно, с пониманием. И наша цель единственная сейчас. Мы себе отдаем отчет, что мы собираемся писать далее программы на функциях и на методах в классах. А для них, для всех работают законы функций, как для классов, так и для самих функций, это понятно. Но, кроме этого, функции имеют параметры и могут определенным классом вызываться. При этом, если вы заметили, когда мы работали, вот это называется экземпляр класса, да, тем не менее, позиционный параметр мы передавали в классе так же, как изучали в функции. То есть, смотрите, насколько вот это широко знание. Ребят, одно дело, вы пишете код и догадываетесь, а другое дело, вы четко понимаете, что вы делаете. Ребят, это офигеннейшее ощущение, когда ты понимаешь. Вот отсюда рождается код серьезный, да, с пониманием. Чтобы достичь этого понимания, мы отдаем предпочтение функциям. И говорим себе, что работу функций я хочу понимать от и до. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы я получил, чем размышлять. Именно какие параметры я буду указывать в функциях, зависят мои программы. Да, мои программы. Например, как я показывал в Django, мы четко будем понимать. Там идет функция, первый request, а дальше я уже пишу код, буду соображать. Я буду передавать там id равно 1 или id присвоить значение mumba и так далее. И потом уже я четко понимаю, что мне делать в функции. Это азы. Так вот я еще раз и еще раз говорю. В этих вещах не может быть, даже если вы с нуля. Но я сказал, вот есть 50 уроков и есть методика, как их проделать. Делаем столько, пока не будут происходить 3 вещи. На этом мы и закончим. Первая вещь. Считывание параметров на автомате. Без какого-либо задумывания. Вы не должны задумываться. Глянул и все понятно. Даже здесь при вызове уже понятно. Глянул позиционный параметр. Значит, как я? И сразу ответ. Без разрешения мы четко понимаем, как мы можем вызывать. Как мы можем вызывать? Правильно. Либо по значению, либо по ключевому слову. Если же мы не укажем, мы получаем исключение. Отсутствие позиционного параметра. И идет перечисление каких. То есть, вот эти вещи вы четко должны знать. Ребят, я проговорил это раз в 200. Но, может, меньше. Но вот это то, от чего, что есть земля под ногами. Есть в языках, еще чуть расширю. Кому скучно, выключайте просто. Есть база. Я вам начал показывать эту базу. Если бы я пошел старым стилем. Вот это типы данных. А потом, сам помню, в 2009 году изучаю там PHP типы данных. Потом думаю, нафига мне это нужно? Когда же я код буду писать, в конце концов? Так вот, если бы я вам рассказывал, вот это типы данных. Вот так делается функция. Ну да, да, да. А код когда я буду писать? Так вот, мы сейчас пишем. И вот сейчас мы пишем код. И сейчас наша задача рассмотреть функции и именно работу функции изнутри. Потому что именно этой работой мы и будем думать потом. Какие нам надо параметры? Какие передать? Вот это мы будем учитывать при написании программ. Код, надеюсь, вы меня услышали. Я очень рад. У меня пишут все. Все, это все, кто хочет. Я не видел людей, которые не писали. Одни сложнее код, вторые меньше, сложнее. Это все зависит от человека. Но я не видел людей, которые не писали. Скажите, пожалуйста, вот для тех, кто прошел вот эти уроки, да, уже, и действительно сделал это ответственность должным образом. Скажите, я что-то здесь рассказал сложное? И вы теперь поверили, сто процентов уверен, что на код, то вы тоже можете писать. И ничего особенно учить не надо. Правильно. В представлении двух языков вы начали отделять зерна от плевел. Вы не будете делать, как глупый новичок бы делал, или как я когда-то делал глупо. Казалось, берем язык, начинаем его изучать с нуля. Первый выучили, второй. Ребят, может проще понять законы программирования, а потом посмотреть, как они работают в том или ином языке. Оказалось, что все проще паренной репы. Вот это и заключается задача преподавателя. Донести, рассказать, показать путь. А дальше посмотрел, написал пару строк кода, понял. И что тут учить? Скажите, что здесь учить? Здесь надо один раз разобраться. Вот этим и отличается новая школа. Для тех, кто первый раз, spb-tut.ru Получаем доступ и вперед. Будет и нода, и много чего. Спасибо. Спасибо.